Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В режиме повышенной готовности. На еженедельном совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкины обсудили план работы в период снегопадов и подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году. Работы, способные перевернуть взгляд на привычные вещи. В Самаре открылась выставка «Фотограни». И собаки довольны, и неравнодушные самарцы рады, что смогли помочь. В Самаре состоялся благотворительный поход с Хаски. Как играть в такчи, чеги-чаги и юнори. Самарские корейцы отметили соль-лаль. На праздники они научили гостей играть в национальные игры, танцевать и делать оригами. Более 600 лыжников из Самарской области, регионов России и ближнего зарубежья боролись за победу. В столице региона прошел марафон «Соколье горы». Новая рабочая неделя в Самаре началась с небольшого снегопада. За сутки с улиц вывезли более 1600 тонн снега. Подготовку городских служб к осадкам и своевременной уборке обсудили на еженедельном совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Она поручила усилить работу и по мере необходимости привлекать дополнительные силы. Поговорили на совещании и о реализации в городе национальных проектов. Подробнее в нашем сюжете. По прогнозам синоптиков, следующие 10 дней в феврале будут снежными и первые осадки уже начали выпадать сегодня утром. Поэтому одним из основных вопросов на еженедельном совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной стала подготовка городских служб к уборке снега. Как отметил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, все службы проинструктированы, зоны ответственности распределены, техника проверена. По мере необходимости будут привлекаться дополнительные силы. На сегодняшний момент ту задачу, которую ставили по подрядчикам, чтобы по основным дорогам открыть приладковую часть, подготовить место для формирования снежного вала при расчистке уличной дорожной сети, тротуаров. Подрядчики справляются. Да, замечания есть, они естественно учитываются в ходе объездов, но работа в принципе идет. Несмотря на то, что снегопады пока не сильные, глава Самары поручила специалистам оперативно и качественно выполнять всю необходимую работу. Проговорили со всеми ответственными службами, муниципальными предприятиями, подрядными организациями, чтобы еще раз проверили исправность техники, наличие людей, расстановку сил и так далее. Я думаю, мы своевременно справимся со всеми задачами, которые нам подкидывает природа. Обсудили на совещании национальные проекты, подвели итоги работы в 2022 году и наметили план N-2023. Особое внимание уделили проектам безопасные качественные дороги, демография, жилье и городская среда и образование. В этом году будут отремонтированы 42 участка протяженностью 43,5 километра, среди которых улицы Масленниково, Революционная, Алма-Атинская, путепровод на улице Аврора и другие объекты. Кроме того, в городе ведется работа и по созданию новых мест в детских дошкольных учреждениях. Глава Самары призвала не затягивать заключением контрактов на работы и заранее предусматривать спорные моменты. Показатели достаточно серьезные, показатели такие сложные и по части направлений, и поэтому, конечно, своевременно реагировать. На начальном этапе просчитывать силы, средства, возможности, искать варианты исполнения национальных проектов. Все наши руководители департаментов управления, конечно, настроены на выполнение этих задач, а мы, со своей стороны, будем контролировать, чтобы они об этом не забывали. Также на совещании Елена Лапушкина в честь Дня российского студенчества и года педагога и наставника отметила почетными грамотами и благодарственными письмами специалистов Самарского дома молодежи. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, События. Государственный портал на все случаи жизни. Людям серебряного возраста рассказывают, как правильно создавать учетную запись и пользоваться сайтом госуслуги. Чтобы обучить всем важным интернет-тонкостям, в Комплексном центре социального обслуживания населения Самары разработали специальную методику. Насколько быстро по ней обучаются пожилые жители города и какие преимущества это дает, узнала наша съемочная группа. На курсы компьютерной грамотности Людмила Павленко пришла месяц назад. Больше всего ей хотелось освоить портал госуслуги. Благодаря специальной программе, адаптированной под пожилых людей, теперь женщина всего за пару кликов может записаться к врачу или подать данные счетчиков. Это позволило сэкономить много времени, отмечает Людмила Сергеевна. Одним из главных ее достижений за месяц обучения стало оформление загранпаспорта. Жительница Самары уже получила документы и мечтает в скором времени отправиться путешествовать. Поехать хочу. Ну, куда-нибудь, например, где тепло. Вот сейчас, в данный момент, у меня будет день рождения в марте. И хотела бы я вот такую страну Египет посетить. И поплавать я люблю. Ну и посмотреть на верблюдов, например. Обучение по программе компьютерной грамотности идет ровно месяц. Ученики посещают мастер-классы три раза в неделю. И за это время под руководством опытного наставника пожилые самарцы учатся не только основам работы на компьютере, но и навигацией на портале госуслуги. Нажимайте вот назад. Нажимайте, нажимайте. А, все. Ушли все. Давайте заново. Заново давайте. В начале преподаватель рассказывает, как правильно создать и заполнить учетную запись. А уже к концу программы ученики знают, что такое пенсионный калькулятор, какие льготы и даже дополнительное образование они могут получить. А также еще более 120 услуг государственного портала. На сегодняшний день мы адаптировали определенную программу для старшего поколения, чтобы им было удобно как через компьютер, так и через телефон заходить, соответственно, в обычные, самые простые приложения, в первую очередь, это госуслуги, это социальные сети. И, соответственно, там, да, производить какую-то оплату, общаться, там, просматривать фильмы любимые. То есть, в принципе, то, что касаемо досуга. Мастер-классы компьютерной грамотности – только одна из составляющих курса активного долголетия, который проходит на базе комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа. Здесь пожилые жители города могут заниматься физкультурой, научиться петь и танцевать, а также посетить различные творческие мастерские. Все, чтобы максимально разнообразить свой досуг. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В Самаре продолжается строительство новой станции метро и связанные с этим работы по выносу инженерных коммуникаций. Возле перекрестка улиц Новосадовой и Полевой в рамках разработки стартового котлована готовность свай составляет более 60%. А в историческом центре города стартовый котлован почти готов. До пересечения улиц Красноармейской и Галактионовской на завершающую стадию выходит закольцовка водовода. Ранее он пролегал по территории будущего станционного комплекса, и потому его пришлось перенести. Кроме того, в ближайшее время на повороте с улицы Красноармейской на Галактионовскую переустроят трамвайные линии. Специалисты должны сделать это с 1 по 12 февраля. В конце прошлой недели материалы уже доставили. В настоящее время рабочие изгибают рельсы под нужные радиусы. При этом трамваи продолжат курсировать по старому полотну, а стыковку имеющихся и новых рельсов будут делать только ночью. После укладки путей, стыковки и переподключения контактной сети ТТУ организует пробный пуск трамваев. Только после этого вновь поднимут вопрос о временном закрытии перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской уже на срок ориентировочно до 1 сентября. Но и в этот период, несмотря на значительный объем предстоящих работ, трамвайное сообщение сохранится. Планируется, что транспорт поедет по переустроенным путям. В том числе это касается трамваев, которые в настоящее время ходят по улице Фрунзе. После завершения работ по строительству метро все трамвайные пути будут восстановлены в прежних границах. Напомним, что после возведения первой ветки метрополитена подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. По расчетам экспертов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%, а интервал движения поездов сократится до 7-8 минут. Меня непосредственно строительство метро касается напрямую. Во-первых, мой офис находится рядом, прямо с площадью Куйбышева. Очень рады и очень ждем, потому что это очень удобно. Отсюда будет добираться, например, до любых окраин. В том числе я живу на станции метро, поэтому лично я жду с нетерпением, так как это будет суперудобно и супербыстро. Поэтому я считаю, что строительство метро для нашего города, в котором живет более миллиона жителей, это просто необходимый этап в развитии. В нескольких домах Самары 31 января и 1 февраля запланировано кратковременное отключение холодной воды. Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, это связано с подключением к централизованной сети водоснабжения. Информацию о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах предварительная, список может быть скорректирован. Точные данные для предупреждения жителей диспетчерская служба всегда передает в управляющие компании и администрацию, пояснили в пресс-службе организации. Дети и подростки Самарской области вступают в ряды нового российского движения детей и молодежи. Его задача – помочь ребенку реализоваться в самых разных направлениях. Идею создания движения поддержал президент Владимир Путин, а принадлежит она самим детям. Подробности у Светланы Тимофеевой. Обещаем сделать все, чтобы платформа РДДМ активно развивалась в нашей школе. У нас есть много идей, инициатив для реализации проектов в российской движении детей и молодежи. Сегодня старшеклассники Самарской школы номер 157 заявили о вступлении в ряды российского движения детей и молодежи. Оно является самым масштабным на постсоветском пространстве движением. Трайне важно в этом движении, что все, что здесь будет делаться, это будет принадлежать, инициатива будет принадлежать детям, по-другому никак быть не может. Наша задача здесь создать все условия, чтобы ребята могли самореализовываться, чтобы ребята могли реализовывать какие-то свои проекты, инициативы. С идеей создания российского движения детей и молодежи в апреле 2022 года выступили сами дети. Летом был подписан соответствующий закон, и в декабре этого же года прошел первый съезд. Сегодня руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев напомнил учащимся школы номер 157 о его истории о ценностях, таких как патриотизм, семья, дружба, достоинство, историческая память. Направление, а всего их 12, определили участники на первом съезде, который прошел в декабре 2022 года. В таких движениях, конечно, очень важно принимать участие, потому что это показывает тебя как личность, как человека, на тебя смотрят совсем с другой стороны и понимают то, что в тебе есть хороший человек и развитая личность. Первое заседание Координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в Самарской области в декабре прошлого года провел глава региона Дмитрий Азаров. Вступить в ряды российского движения детей и молодежи может любая организация, где есть несовершеннолетние. Для этого нужно заполнить анкету, которая размещена на сайте движения. На сегодняшний день в области создано более 20 первичных организаций. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. В день снятия блокады Ленинграда в самарских школах прошли патриотические акции и уроки мужества. Детям и подросткам рассказывали историю блокады и как в то время жили и работали жители города на Неве. На уроке мужества в одном из учебных заведений побывала и наша съемочная группа. Патриотический урок «Непокоренный Ленинград» в 122-й самарской школе начался с вальса, который исполнили приглашенные курсанты кадетского корпуса МВД России. Затем школьникам рассказали, что такое блокада и как жили оставшиеся в городе ленинградцы. Меня поражает мужество ленинградцев, которые выстояли такое долгое время. Они смогли справиться со всеми трудностями, с голодом, холодом, бомбежками. И как они справились вместе, сообща, пережили этот ужасный момент истории. Наверное, самый страшный момент был середина блокада, когда начали прорывать ее. Постоянно находилась под обстрелами. Самый долгий обстрел был 9 часов 30 минут каждый ежедневно. Нужно облегать бескрайнее мужество. Когда началась война, директор Народного музея Петр Моисеенко был ребенком. В то время он жил в Сталинграде и помогал бойцам, которые отстаивали город, подносил боеприпасы. Теперь он рассказывает школьникам о блокаде, о которой знают гораздо больше, чем они могут прочитать в учебниках. Например, история о том, как солдатам в праздник жители страны прислали подарки. И одному из них достался спичечный коробок. В нем лежал 10-граммовый кусочек блокадного хлеба от жительницы Ленинграда. Уже позднее солдаты смогли доставить этой женщине целую буханку. Однажды, когда я закончил лекцию, мальчик говорит, что только около часа рассказываете, что люди умирают, хлеба нет, оттуда-сюда мальчик лежит на постели и прочее. Я что-то не понимаю. А что он не встанет? Что он не пойдет в магазин? Почему он хлеба не купит? Почему он не наестся? То есть вот это меня буквально поразило. Подобные патриотические акции в самарских школах проходят по всем знаковым датам в истории России. Подростки охотно остаются на такие уроки. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. И собаки довольны, и самарцы рады, что смогли помочь. В областной столице прошел благотворительный поход с хаски. По горам и заснеженному лесу активные и неравнодушные жители города прогулялись с собаками из приюта. В поход отправилась и наша съемочная группа. Почти 10 километров по заснеженному лесу и сокольким горам столько готовы преодолеть самарцы, чтобы помочь собакам из приюта. В благотворительный поход отправились 70 человек и 11 хаски из центра Флагманвет. Хаски у людей ассоциируются с такими зимними красивыми пейзажами, походами. И в принципе это собаки, которые очень часто, к сожалению, оказываются в приюте, и которым больше всего нужна именно двигательная активность. Здесь часть хаски, которые прошли программу государственной стерилизации, когда они попали в отлов. У них можно наблюдать бирки. А есть хаски, которые живут уже в нашем частном приюте в Лопатина. Благотворительный поход – это коллаборация неравнодушных людей, организует и объединяет участников клуб активного отдыха. Мы взяли собаку во флагмане и решили, что теперь флагману надо помогать. У нас была своя деятельность, которую мы объединили немножко с благотворительностью. Естественно, подключили к себе людей таких же похожих, кто не против помочь животным, прийти, погулять, принести что-то. Это уже второй благотворительный поход, и он собрал в два раза больше участников. Привезли там небольшую помощь, ну и погулять с собачками по лесу, это же круто. Тем более, когда они такие. Все равно уже не хватает любви, ласки. Да, мы ее взять не можем, к сожалению, погулять можем. Они не такие. Их можно погладить, и косточку. Они просто такие вот, с хвостиками, с красивыми. Поэтому меня так делают. Поэтому я их люблю. У меня еще нет ни собаки, ни кошки. Я с этим хожу в поход обычный. Во время прогулки можно подружиться с питомцами. Для кого-то из собак это событие – возможность обрести дом. Хаски Юта еще недавно жила в приюте, а теперь отправилась покорять горы с любящими хозяевами. Когда собака попадает домой, если любить собаку, все будет хорошо. И собака будет здоровая, красивая, счастливая. Будет и сама радостная, и радостная. И обязательно воспринимать собаку как своего друга. Потому что собака – это как раз то существо, которое тебя вообще никогда, никогда не бросит и не предаст. Хаски – ездовые собаки, поэтому пробежать несколько километров по снегу им только в радость. В пути участники похода делали остановки, чтобы сопровождающие могли поменяться и, в отличие от собак, немного отдохнуть. А также сделать памятные фотографии на фоне зимней Волги и заснеженных гор. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Самарские корейцы отметили Соль-Лаль – Новый год по лунному календарю. В воскресенье они встретились в Доме дружбы народов, куда пригласили всех желающих, чтобы познакомить жителей города со своей культурой и традициями. Подробности расскажет Виктория Шарая. Гостям, пришедшим в Дом дружбы народов, на празднование Корейского Нового года Соль-Лаль пришлось нелегко. Уж очень хотелось успеть на все мастер-классы. Пока в спортивном зале обучали искусству дан-брейн-йоги, игре на барабанах и танцам, в соседнем помещении можно было освоить оригами и каллиграфию. Писать корейские иероглифы гостей учила Екатерина Ли. Девушка-графический дизайнер, выросла в Самаре, но корейским владеет в совершенстве. Часть родственников живет в этой стране, а семья Екатерины регулярно приезжает к ним в гости. И хотя делится Екатерина Самару любит и никуда переезжать отсюда не хочет, есть вещи, которые ее в Корее восхитили. В частности, проявление уважения к старшим. Люди живут вокруг технологии, все настолько имя пропитано и все роботизировано, то есть совершенно другая планета как будто. Плюс менталитет совершенно другой, такая смесь традиций и какой-то современной вот этой всей роботизированной вещи. Ну то есть до сих пор у них присутствует, что нужно кланяться старшему человеку, до сих пор присутствует семь видов поклонов, там куча разных форм уважения, обращения к старшим. С особым уважением кланялись в этот день и называли старейшим Якова Кима. Он был среди тех, кто 40 лет назад решил сплотить самарских корейцев. И с тех пор вместе с супругой не пропускает ни одного праздника. Рассказывает, национальные блюда дома готовят не только по особым случаям, но и в будни. А на Новый год составляется праздничное меню. Вот чартаки, мои любимые блюда. Это такой резиновый хлеб из белой муки, с пшени, ой, с рисовой муки делаем. Потом много салатов. В Корее вообще, мы когда там были, на стол ставили папу, это каша риса, второй кук, это суп корейский. И салатов минимум 8-10 салатов. В Корее это считается нормой. Кимчи, это капуста из пекинской капусты, то же самое, что мы делаем с русской капустой. Солим ее. А они солят на весь год. Особое внимание самарские корейцы уделяют воспитанию подрастающего поколения. Обучают своих детей языку, культуре и даже национальным играм. В этот день дети играли в такчи, чеги-чаги и юнори. А завершился праздник концертом, на котором представили корейские народные песни и танцы. Виктория Шарая, Игорь Казановский, события. На территории спортивной школы «Чайка» в поселке Управленческий более 600 лыжников пробежали марафон «Соколье горы». На старт вышли спортсмены из Самарской области, других регионов России и ближнего зарубежья. О результатах лыжного противостояния узнала наша съемочная группа. Три подруги Яна Макарова, Дарья Давыдова и Елена Малиночка – участницы корпоративного забега лыжного марафона «Соколье горы». С физкультурой они на «ты» на лыжню уходят регулярно. Пропустить международные старты на базе учебно-спортивного центра «Чайка» никак не могли. От соревнований ждут только позитивного настроения. За медалями не гонятся. Я лыжник по любви. Мне нравится классно ездить быстро на лыжах. За эту зиму первый раз, потому что не было снега. Но вот как только он выпал, сразу вперед. Удовольствие получить. Победу навряд ли я-то точно. Это азарт, это спорт, это свежий воздух, это потрясающие эмоции. Начнем с этого, а там посмотрим. В девятом лыжном марафоне «Соколье горы» участвуют спортсмены от любителей до профессионалов – более 600 человек. На старт выходят любители лыжного спорта со всей России. Соревнования включены в серию, которая объединяет крупнейшие лыжные марафоны страны. Более 120 городов и населенных пунктов. От Владивостока до Калининграда. И Казахстан, и даже есть участники из Китая. Поэтому мы очень рады привезти всех на нашей земле и уверены, что трасса всех порадует. Лыжня проложена по лесным просекам в окрестностях Сокольех гор. Это место привлекает спортсменов своим уникальным природным ландшафтом. Вместе с Жигулевскими горами Соколье образуют так называемые Волжские ворота с неповторимым рельефом и великолепными видами. Финиш определил чемпионов и призеров на дистанциях 3, 11, 17, 34 и 50 километров свободным стилем. Это действительно бренд региона. И вот сегодня в очередной раз мы проводим лыжный марафон Соколи горы, на который съезжается огромное количество участников с различных субъектов Российской Федерации. Немножко малоснежно у нас в этом году, но мы все сделали на новой лыжероллерной трассе, обновленной базе «Чайка», для того, чтобы этот марафон состоялся. Надеюсь, в новых условиях, на новой гомологации всем участникам будет комфортно. И, как всегда, марафон пройдет на очень высоком уровне. Мы очень рады, что после пандемийных времен мы первый год проводим в таком формате и пытаемся сделать так, чтобы он и дальше развивался. Начинали мы с лыжного марафона Соколи горы, но постепенно он уже... Это такая серия Соколи горы, она включает в себя легкоатлетический кросс, велокросс. Мы разработали уникальные медали, они складываются в один пазл, все три. И это тоже является такой изюминкой нашей серии Соколи горы. Впервые в этом году была использована новая система хронометража. По определению рекордсменов, чемпионов и призеров марафона Сокольи горы. Она применяется на крупнейших лыжных марафонах страны и мира. Отличие от предыдущей системы в том, что участников гонки отслеживают в режиме реального времени, а персональный результат высылают на телефон по окончании соревнований. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий граждан предоставляется компенсационная выплата на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Поэтому вопросы нужно обратиться в МФЦ, а также в районные отделы по предоставлению мер социальной поддержки администрации городского округа Самара. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332 16 36. Посетить пункты вакцинации, где можно сделать прививку от COVID-19 и пройти повторную вакцинацию, приглашают в телеграм-канале Октябрьского района. Прививка может укрепить иммунитет и позволит переболеть в легкой форме. Напомним, в период пандемии для поддержания защитных функций организма важно вакцинироваться каждые 6 месяцев. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг или по горячей линии 122, а также телефоном районных поликлиник. О правилах использования газового оборудования напоминают телеграм-канали советского района. Для полного сгорания газа необходимо достаточное количество воздуха. Тяга – это направленное движение продуктов сгорания газа в дымовой или вентиляционный канал. Проверить тягу можно с помощью листа тонкой бумаги, и его нужно приложить к вентиляционной решетке. Если бумага притягивается, то все в порядке. Для проверки тяги в дымовых каналах котлов по тому же принципу нужно приложить тонкий лист бумаги к смотровому окну котла или колонки. В телеграм-канале Самарского района обращают внимание на то, что в зимний период с понижением температуры воздуха фиксируется увеличение количества пожаров. Основными причинами возгораний становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования, ветхость электросетей, использование неисправных электроприборов. А сопутствующими факторами тяжелых последствий пожаров являются невнимательность и потеря бдительности взрослыми. Жители города просят быть максимально внимательными при использовании отопительного оборудования и соблюдать все меры безопасности, беречь себя, близких, а также свое имущество и имущество своих соседей. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok